Это количество работ, которые, скажем, зал маловато, конечно. Но поверьте мне, наверное, многократно больше этих работ осталось не выставлено. И я, вот скажем, и я, и мои коллеги по секции, для нас действительно, Мария Сергеевна, это такой наш, ну скажем так, ну, авторитет. И даже когда надо там какие-то такие моменты напряженные, то Мария Сергеевна, как самый главный человек, выходит, говорит слово или дает визитку, и оппоненты как-то сразу умолкают, понимают, что есть вот этот отвес, вертикаль, то есть непонятно, кто есть кто. Я хочу просто обратить внимание, что потрясающая легкость всех работ. Понимаете, вот меня это удивляет, потому что человек в жутком темпе работы в театре. И, казалось бы, эти вещи, вот напряжение вот это внутреннее, оно обязательно где-то в работе должно выползеть, какая-то там нервозность, какое-то напряжение. Ни в одной из этих работ этого нет. Это какая-то или же какая-то степень профессионализма, или это просто загадка художника, что вот просто нет этого. Любую работу смотришь, она легче, больше написано, меньше, но они все легкие. Нет ни одного черного пятна в биописи, это самое страшное, что замученность какая-то. Они все легкие, они все дышат, они такое впечатление, что это просто человек не имел в голове никаких проблем. Вышел, увидел мотив, написал мастерский, закрыл ящик и пошел как бы так же весело, как пришел. Поэтому я хочу вас всех поздравить с этим явлением, потому что в этой жизни, которая сейчас происходит, не самая веселая. Вот это вот, это такой контрапункт к тому мраку, который сейчас есть. Поэтому я всем нам желаю внимательно всмотреться в каждую работу, не во все, в одну всмотреться. И получить оттуда столько энергии, которая идет из души. Да, Сонечники сама садыла, сама поливала, сама ухаживала. И в тот день, когда я решила их написать, они созрели, я поставила этюдник между, выдавила краски. И тут начался такой ураган, и они у меня начали падать на палитру, на меня, ломаться. Вообще, площадка метров 15, я стояла и плакала, потому что, причем еще выбрала, это, знаете, первогодка сельско-господарская, выбрала гигантские сонечники трехметровки. Так ты, говорит, палочку, говорю, как же я хрена, встану на табурет, забью палку, чтобы трехметровый сонечник. И у них такие ветки, что по 20, по 30, это все падало, падало, это все уже было, рисована уже поломанная под обраной земли. Это было так, как видно. Это видно, кровь, пот и слезы, все это видно в работе.